Ну и, наконец, последний раздел, последняя часть нашего разговора о мормонах – это храмовая работа, храмовые таинства. Мы уже говорили с вами о том, что у мормонов есть два вида сооружений, два вида церковных зданий. Одни здания называются церквями или приходскими домами. Это обычные здания, где совершаются самые разные виды работы, где спортом иногда занимаются, где проповедуют, изучают всякие книги, учебные пособия и так далее. А есть специальные сооружения, которые называются храмами, куда имеют доступ только достойные мормоны, которые получили решение от своего епископа. В этих храмах существует особое таинство, которое называется храмовое таинство. И исполнение этих таинств является непременным условием для того, чтобы оказаться в целистиальном царстве и достичь последующего возвышения. Вот что мормоны говорят по этому поводу. Чтобы мы смогли вечно жить вместе с нашими семьей в присутствии Небесного Отца, мы обязаны делать все, что повелит нам Спаситель. Это включает в себя крещение и получение храмовых таинств. Храм – это место, где самые драгоценные человеческие отношения делаются вечными. Соответственно, подобающе и уместно, чтобы жизни поклоняющихся в них отражали эту священность. Поэтому, в отличие от обычного поклонения, воскресного, на которое приглашаются все, храмовое поклонение предназначено только для святых последних дней, соблюдающих основополагающие принципы веры. Туда, после того, как храм был посвящен, может войти только человек, имеющий храмовый лист или разрешение на этот вход, показывающий, что он достойный мормон. Во всем мире существует около 150 храмов. Я немножко раньше называл цифру 70 храмов, на самом деле, конечно, чуть побольше. 150 храмов. Первый и единственный храм на территории бывшего Советского Союза будет построен в Киеве, как я уже говорил, в этом году, видимо, в августе, может быть, чуть попозже совершится его посвящение. Особенностью отношения мормонов к храмам является то, что все происходящее в храме считается святым действом, священным действом. И поэтому мормоны, как правило, не то, что как правило, вообще никогда не рассказывают людям посторонним о том, что внутри храмов происходит. То есть, это настолько священно, что это не предназначено для ушей и глаз язычников. Это совершается только среди достойных мормонов. Поэтому вообще предполагается, что мы с вами не должны знать о том, что в храмах происходит. Ну, какие-то общие моменты, конечно, они существуют. Есть всякие фильмы, которые рассказывают в таких общих чертах о каких-то вещах, которые в храме есть. Но сама церемония храмовая, да, все детали обрядов, те молитвы, которые там читаются, те объяснения, которые там даются, те ритуалы, которые там производятся, в принципе, мы с вами не должны бы об этом знать. Однако получилось так, что некоторые бывшие уже мормоны, которые еще только-только ушли из церкви, еще имели возможность прийти в храм, они несколько раз проходили через храмовую церемонию, имея с собой диктофон где-то припрятанный. И таким образом мы получили записи храмовых церемоний. И мы совершенно точно знаем, что там внутри происходит. То есть, это, хочу, чтобы вы опять поняли, это происходило не по нашему заказу, это обычно делалось в Америке. Но, тем не менее, существует в интернете полностью дословная запись всего, что происходит в храме. То есть, описание полное всех вот этих церемоний. Значит, и давайте посмотрим, как все вот эти вещи выглядят. Значит, самое первое, что происходит с человеком, который приходит в храм, это этап, который называется омовение и помазание. Омовение и помазание. Это подгодовительный этап, в ходе которого участники, отдельно мужчины и отдельно женщины, совершают ритуальное омовение и принимают помазание маслом. После этого участники облачаются в специальные храмовые одежды. По сути, нижнее белье, такого белого цвета. Официальное объяснение придает этой традиции значение, сходное со смыслом нательных христов, которые носят христиане на шее. Смысл, который мормоны вкладывают в эти одежды, выходит за рамки материи и дизайна, пошедших на их изготовление. Одежда священна для нас, тех, кто их носит, не сами по себе, но в силу того, что они олицетворяют. Они напоминают носящему их о постоянной нужде в покаянии и послушании Богу, о необходимости чтить нерушимые заветы, добровольно заключенные в храме, и необходимости в повседневной жизни дорожить истинной добродетелью и делиться ею с другими. Таким образом, одежда помогает носящим их сфокусировать свою жизнь на Иисусе Христе и тем самым предъявить права на благословение, обещанное тем, кто это делает. Когда мормон выходит из храма после этого предварительного этапа, он должен это белье носить на себе не снимая, то есть он постоянно в нем находится. С этим связано очень много разных анекдотических теорий, которые есть как среди мормонов, так и среди христиан. Во-первых, этого белья у мормонов, как правило, несколько пар, то есть не значит, что они всю жизнь носят одну и ту же нижнюю рубашку. Они переодеваются, но интересно то, что мормоны, они ведь тоже люди, они тоже склонны к какой-то мистике внутренней, особенно в силу того, что мормонская церковь приобретает черты мировой религии с некой версией народного мормонизма. И в частности, многие мормоны верят, что эта рубашка, она настолько, имеет настолько большую силу, что способна спасти человека от пули, от газа, от огня. То есть это вот такое универсальное средство защиты, и многие настолько в нее врастают, настолько с ней свыкаются, что они без нее чувствуют себя как без кожи, абсолютно голыми, незащищенными. И рассказывают, что когда люди моются или переодеваются, некоторые они это делают как бы по половине. То есть сначала снимают рубашку с одной половины тела, проводят некие необходимые процедуры, потом одевают свежую, и потом уже берутся за вторую половину тела. Опять же, это не является, насколько я понимаю, требованием к мормонам, тем более, что вообще вся эта тема, она не очень обсуждается вслух. Трудно сказать, что там на самом деле происходит, но тем не менее, то, что у некоторых мормонов есть такое трепетно-мистическое отношение к этим одеждам, это, конечно, правда. Вот что по этому поводу говорят сами мормоны. Они считают, что само отношение к этому храмовому белью является определенным показателем духовности человека. Основополагающий принцип должен заключаться в том, чтобы носить одежды, а не искать повода, чтобы их снять. Поэтому члены церкви не должны снимать одежды ни целиком, ни частично, чтобы работать в саду или разгуливать по дому в купальнике или непристойной одежде. Также не стоит снимать их для участия в развлечениях, во время которых одежды вполне можно носить должным образом под обычной одеждой. Если одежды необходимо снять, например, для плавания, их снова нужно одеть как можно скорее. То есть, идея в том, что постоянно они происходили. Ну и, как я уже сказал, некоторые рядовые мормоны трансформируют свое мышление, этот принцип, в необходимость постоянно иметь их при себе, потому что это как бы все оружие Божие, которое защищает их от всех неприятностей. В одном многотомном издании, которое называется «Энциклопедия мармонизма», есть такая цитата. «Белые одежды символизируют чистоту и помогают сохранить целомудрие, уважение к Божьим качествам, и в той мере, в которой мы их уважаем, служат знаком того, что Павел называл обличением во все оружие Божие». Вот такая вот интересная вещь. Ну, это как бы я хотел просто прокомментировать. Как типа оберега, да? Опять же, для большинства мормонов, или, по крайней мере, для тех мормонов, которые относятся к вещам серьезно и разумно, я думаю, что это не так. Для них это на самом деле некий символ, опять же, как нательный крестик для людей верующих. С другой стороны, точно так же, как нательный крестик превращается в амулет или оберег, для определенной доли мормонов, видимо, и храмовой одежды тоже превращаются в такого рода оккультное нечто, мистическое, какой-то мистический символ. Другое дело, что он не такой маленький и удобный, как то, что мы носим на шее, а нечто покрывающее все тело, и поэтому с этим связаны определенные серьезные неудобства. То есть, крестиком вы можете им и в душ пойти, в баню, на пляже можете раздеться, как бы никаких проблем, а вот когда дело доходит до одежд, которые на самом деле очень длинные, то есть, они закрывают руки, ноги, вот, то есть, все тело, и, в общем, соответственно, там много таких бытовых неудобств возникает в связи с ними. Наряду с храмовыми одеждами участник получает новое имя, которое ты должен или должна всегда помнить, и которое ты должен или должна хранить в святости, и никогда не произносить слух, кроме как в определенном месте, которое будет тебе показано. Перед тем, как пройти церемонию крещения или другую церемонию за умершего предка, мормон должен пройти церемонию очищения и помазания, облачиться в храмовой одежде и получить новое имя, но уже действуя не от своего имени, а от имени своего предка. То есть, он прошел один раз храм за себя, и потом он должен все то же самое сделать перед тем, как креститься за этого человека, еще проделать все вот эти вещи от его имени. Следующая большая часть ритуалов, которые происходят в мормонских храмах, называется церемония эндаумента или обличения. Эн-да-умент. Или, как сейчас они переводят, церемония обличения. Это особая последовательность уроков, церемоний и заветов, через которые мормоны проходят в храмах. Они проходят через несколько комнат, в которых перед ними разыгрываются сцены сотворения мира, грехопадения, спасения и так далее. То есть, им образно, на примерах, с каким-то пояснением показывают всю историю грехопадения и спасения человека. Им объясняют, как можно реализовать свой божественный потенциал и вернуться к небесному Отцу. В ходе этой церемонии в специальных комнатах мормоны дают определенные обещания, в том числе обещания никому не рассказывать о том, что они видели в храме, и получают некие особые дары, которые принадлежат им, как мормонам. В самом начале вообще говоря, мормонская церемония храма претерпела очень много изменений с тех пор, когда впервые была написана Джозефом Смитом. И интересно то, что в самом начале эта храмовая церемония, как некоторые говорят, была очень похожа на тайные церемонии масонских лож. И вот те клятвы, которые они произносили, в самом начале произносили вслух. И люди говорили, значит, что я обещаю, что никогда не разглашу то, что я здесь вижу. И если, значит, я кому-то расскажу, то пускай мне там вспорят живот, и там пускай не переезжут горло, пусть мне там еще как-нибудь убьют. Это текст церемонии был, который они официально повторяли. Потом с течением времени церемония становилась все менее и менее откровенной. В конце концов, мормоны начали вместо того, чтобы говорить об этих ужасах, просто показывать на себе, проводя большим пальцем поперек живота или там поперек горла, или еще как-то. Но сама вот эта идея того, что человек не должен рассказывать о том, что он там видит под страхом смерти, она все равно в церемонии присутствует. Подробности церемонии, как я уже сказал, считаются священными и не подлежат разглашению. И сегодня мы имеем возможность увидеть, как это происходит. Интересно, что несколько лет назад, порядочно уже, кстати, лет назад, порядка 20, наверное, с лишним лет назад, одно американское служение, которое состоит из бывших мормонов и занимается служением мормоновым действующим, они воспроизвели храмовую церемонию в специально построенном макете храма. То есть, они полностью разыграли всю вот эту церемонию, как она обычно в храме происходит. Правда, насколько я помню, они изобразили старую версию церемонии, потому что она как раз вскоре после этого была очень серьезно изменена в некоторых деталях. Но, тем не менее, есть видеофильм, который показывает, как вот эта церемония происходит. Можно воочию увидеть, как все вот эти действия совершаются. Еще одна важная часть храмовой работы называется крещение за мертвых. Наиболее известный ритуал, который совершается в храмах, как раз и связан с этой практикой, практикой крещения за мертвых. В специальной комнате храма находится большая купель, которая внешне напоминает описание Медного моря из храма Соломонова, который мы находим в Библии. И служитель, который совершает это крещение за умерших, во время крещения человека, то есть берут живого человека, погружают его в воду и при этом произносят имя какого-то из его умерших предков, то есть того, за которого он крещение совершает. Мормоны верят, что таким образом их предки, которые умерли вне истинной веры, получают возможность покаяться в духовной тюрьме и перейти оттуда в рай. Для того, чтобы не упустить никого из своих предков, чтобы совершить крещение за всех них, мормоны занимаются генеалогическими исследованиями. Они собирают данные обо всех предках, которые когда-либо жили на земле. Поэтому мормоны пытаются во всех областях мира, где они действуют, собрать и переписать на микрофильмы все генеалогические архивные данные, которые есть в этой стране. И время от времени возникают с этим какие-то скандалы. Например, в России, которая, как вы знаете, воспринимается как страна православная, православная церковь периодически поднимает по этому поводу шум как раз на основании того, что мормоны тайно собирают архивы, данные на православных людей, чтобы уже умерших, упаковившихся в боги православных насильственно перекрестить в свою мормонскую веру. То есть, конечно, все это в таких очень резких выражениях преподается, но действительно иногда это выглядит немножко неприятно, когда вы вдруг обнаруживаете, что данные на ваших родных и близких, они хранятся в мормонских архивах, то есть теоретически за них может креститься едва ли никто, кто угодно. Конечно, никакого действия это не произведет, но все равно некий неприятный осадок такой чисто эмоционально остается. Вообще, конечно, мормоны крестятся за своих ближайших родственников, за своих кровных родственников, но есть прецедент, когда крестятся просто за известных людей, поэтому поди разбери, кто там имя твоих предков использует в своих каких-то целях. С другой стороны, именно эти исследования генеалогически придают мормонам очень большую долю популярности, потому что многие люди приходят к ним в специальные генеалогические центры. У них есть в Штатах, может быть, и по всему миру, я сейчас не могу сказать, где еще у них есть такие официальные центры, но вы можете прийти в этот центр, где стоят компьютеры, объединенные в общую сеть, и там получить информацию обо всех своих предках и родственниках, если только информация о них есть в этой общей базе данных. И многие люди приходят туда за информацией о своих предках, даже не будучи мормонами, им просто интересно посмотреть и узнать, кто же там был моим дедом, прадедом в 12-м колене, допустим. Ну и, соответственно, когда люди приходят, мормоны, естественно, используют эту возможность для того, чтобы объяснить людям, что нужно делать и как можно сделать что-то для того, чтобы их предки обрели вечное упокоение в Царстве Небесном. Помимо того, что мормоны совершают крещение за умерших, они также принимают конфирмацию и получают дар священства от имени своих умерших родственников, чтобы они уже могли полностью там на небесах, в духовной тюрьме, получить возможность исполнять, вернее, когда они уже перейдут в рай, из духовной тюрьмы получили возможность исполнять все обязанности, связанные с положением достойного мормона, чтобы уже полностью иметь возможность рассчитывать на высшую степень славы. Интересно, что ни один из образцовых трудов мормонов вообще не дает оснований для такой практики. Единственное основание для крещения за умерших, которые мормоны находят в каком-либо из священных своих писаний, находится в Библии в первом послании к Оринфинам, 15 глава, 29 стих, в котором апостол Павел упоминает неких людей, которые якобы крестились для мертвых. Он говорит, если Христос не воскрес, что же тогда делают люди, крестящиеся для мертвых. Но здесь интересный момент есть. Несмотря на то, что в некоторых исторических источниках есть упоминания о каких-то еретиках, которые занимались чем-то подобным, никто и никогда не говорил о том, что этим занимались христиане, этим занималась христианская церковь. И, как мы видим из текста послания, апостол Павел говорит об этих людях в третьем лице. Чем же тогда мы с вами занимаемся, когда крестимся за умерших? Он говорит, чем занимаются тогда эти непонятно кто, которые совершают крещение за умерших? То есть, практики такой в христианской церкви не было, и Павел явно не относит себя к числу тех людей, которые ей занимаются. Да и, честно говоря, из одной этой маленькой короткой цитаты, маленькой ссылки, которая у Павла есть, что же делают крестящиеся для мертвых, вообще очень трудно понять, в чем смысл этого таинства и зачем те люди этим занимались. Оправдание всего этого богатого богословия, которое мормоны придумывают, которым они окружают крещение за умерших, конечно, найти основание этому в тексте апостола Павла невозможно. Я думаю, в этом тексте смысл идет немного о другом, что люди не веровали в воскресение и крестились якобы просто для мертвых, то есть умереть. Есть разные толкования этого места, но одно из них, что на самом деле существовала некая группа людей, которая практиковала такое заместительное крещение, и апостол Павел ссылался на них и говорил, что настолько очевидно, понятно, распространено среди даже еретиков понимание того, что Христос воскрес, что некоторые даже крестятся за мертвых, хотя мы к ним себя не относим, но вот посмотрите на их примере, что действительно такое убеждение понимания есть. Но опять же сама фраза настолько вырвана из контекста исторического, что понять, что там имеется в виду очень сложно. Существует энное количество толкований того, что Павел мог иметь в виду. В любом случае то, что мормоны делают, основывать на этом месте, конечно, нет никаких причин. Большое дело начинается с малого пожертвования и пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Последнее большое значительное действо, которое происходит в храме связано как раз с запечатлением супружеских пар, супружеских отношений на вечность. То, что необходимо для будущего обретения божественности в Целестиальном Царстве. Для того, чтобы семья земная стала в Целестиальном Царстве неразделенной, их брачные узы должны быть скреплены в ходе специальной храмовой церемонии. Земной брак он как бы еще может быть разделим, а храмовый брак уже никогда никем разделим быть не может. Церемония совершается в специальной комнате храма и соответственно по этому поводу потом уже вопрос развода просто не встает, он невозможен. С помощью другой церемонии, отдельной церемонии, дети, которые рождены до обращения супругов в мормонизм и до того, как они запечатлели свой брак навечно, тоже могут быть запечатаны или припечатаны к своим родителям. Дети, рожденные после запечатления брака, автоматически считаются рожденными в завете. Чтобы ранее рожденные дети не выпали из благословения, их вот таким вот образом включают в эту картину. Ну и, наконец, совсем последнее. Есть также отдельный обряд для тех людей, которые оставили веру по тем или иным причинам, которые были отлучены от церкви мормонов за какое-то преступление, за какой-то проступок. И, если их имя было исключено из церковных записей, в храме происходит обряд повторной конфирмации. То есть, человек может снова получить возможность считаться частью мормонской церкви. Но, опять же, насколько я понимаю, это распространяется только на храмовых мормонов, то есть, на тех людей, которые имели раньше возможность прийти в храм, были достойные мормоны. тихого, Skinner, Субтитры создавал DimaTorzok